Что у метро робить Лукашенко? Как его старый сын Дмитрий заработал вместе со своей женой? А так само, почему Минский сумный шмель стал зоркой интернету? Привет, щабры! Это наша Нива, и сейчас мы все вам расскажем. Как семья Лукашенко кормится на белорусских Белазах? Былие человеки из Белпола публиковали свое новое расследование про компанию «Ганльовый дом Белаз». Эта организация, которая практически целиком контролирует поставки на российский рынок белорусской карьерной техники, и которая сильно связана с лукашенковскими начальниками. 45% акций этой фирмы-почередника належат организации под названием «Президентский спортивный клуб», которым руководит средний сын Лукашенко Дмитрий. Ранее там же работала и его женка, известная сегодня как авторка песен Ганна Шалук. Она начинала коммерческий отдел того годливого дома с 2013 года, зарабатывающего очень добрые гроши. Только официальный оклад лукашенковской новостки складывал около 3800 долларов на месяц. Кольких годов докладная она там отработала, невидимо, а на этом с уважением Лукашенко из организации, которая продает Белазу в Россию, не заканчиваются. Как известно, у Дмитрия и Ганны Лукашенко есть три дачки. Анастасия, которой 21 год, Дарья, которой 19, и 10-летняя Александра. По известкам Белполу в месяц 2020 года Виктор Кулуев, один из миноритарных акционеров Ганнлевого дома Белаз, оплачивал курсы английской мовы для Анастасии Лукашенко. Старейшие дачки Ганны и Дмитрия. Белпол опубликовал оплатное заручение на сумму 33 тысячи российских рублей, а это, например, на 440 долларов, поводля актуального на тот момент курса. Сумма невеликая, но это был только начаток. Позднее внучку Лукашенко взяли в тот же Ганнлевый дом Белаз на практику. А кроме того, когда верить документам Белпол и Дмитрия Лукашенко, и его женка Ганна, и две их старейшие дачки, просто теперь имеют российские медстраховки, и оплачивая их в тот же Ганнлевый дом Белаз. Тым часом Александра Лукашенко зауважили в Минском метро. Но не в качестве пассажира. Теперь на экранах столичной подземки крутят ролики с портретом Лукашенко и его цитатами. Подобно, что таким образом Лады выправляют свою помылку 2020 года, потому что тогда они никак не рыхтовались до президентских выборов. А теперь же на дворот. Перед выборами 2025 года начинается апонтанная агитация за Лукашенко, так что подобных аккреативов будет еще больше и больше. Новый указ и оптимистичный прогноз Лукашенко. Он подписал документ, которым подтвердил прогнозные параметры экономического развития Беларуси на 2025 год. Мы испытали у экономистки Анастасии Лузгиной, насколько могло этого досягнуть, и оказалось, что планы, как недавно, довольно реалистичные. Но есть один нюанс. Согласно с этим указом, рост валового внутреннего продукта в наступном году складе 4,1%. Реальные доходы насильництва вырастут на 4%, а инфляция не должна превысить 5%. Для этого будет протягиваться жесткое стремление ценов. И экономисты означают, что все может отриматься, но эти планы на справе будут залежать головным чинам от России. Потому что, например, все летний рост беларусской экономики был подмазан активным приростом экономики российской, а на 2025 год в планах российских уладов затормозить активную динамику. И это значит, что опыт на беларускую продукцию так само может заповолиться. Минский сумный шмель стал зоркой интернету. Короткий ролик, снятый, когда беларусы цирка на проспекте незалежности, стал вирусным у ТикТоку и за сутки набрал 2 миллионы проглядов, 200 тысяч лайков и амаль 3 тысячи комментариев. На виды отрапил мужчина в костюме пчалы, который, подобно, работает детским аниматором, но весь этот образ настолько мощно контрастовал с сумным тваром немолодого актера, что ролик стал справедливым хитом. Причем абсолютная большинство комментаторов начала шкодовать сумного шмаля. Чем закончилась история американца, а який попросил притулку в Беларуси, а послезник? В этом вопросе разобрался портал «Зеркало». Говорка тут и где про Марка Наклза. Мужчина, який заявил в Беларуси 1 липеня 2022 года, заявил помежникам, что хочет просить политического притулка в Беларуси и имеет для этого еще подставы. Поводли его слову, чтобы на родине в Штатах он изгой. Да еще и, цитата, читая Пушкина и Ахматову, что вельми раздражняет новокольных. До приезда в Беларусь Наклз жил в Москве, где частиком мельгал в пропагандистских передачах на Телебаджине. Зараблял ее на жизнь тем, что выкладывал в МДУ и Российской Академии Народных Господарков и Державной службе при Президенте России. А кроме того, он оказывал российским абитуриентам послуги персонального наставника. Помогал рыхтоваться до поступления в топовые университеты США. Но далее было интереснее. Потому что, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Наклз назвал Путина небезопасным варьятом и поддерживал Украину. Однако после 8 века 1922 года в его блоге не появилось ни вводного нового поста. Только летом того же года он сообщил, что он находится в Беларуси и ждет отримания статуса беженца. Но больше эту тему никогда не заканчивал, как и в уголе, любые политические вопросы. Причем лукашенковские медиа так само проигноровали такие подарки в выгляде Наклза, хоть, конечно, и хопаются за любого замежника, который готовы критиковать Запад. А последним часом про американцев в уголе не было никаких новин, но теперь журналисты выяснили, что белорусское Министерство внутренних справ отмолило Наклзу в притулку. Его заявам про дискриминацию на родиме у Америцы не поверили навод Лукашенко уцы. Увы, никуда Наклз обскардию это решение, правда, безпоспехово, а после, подобно, выехав из Беларуси читать Пушкина и Ахматову где-нибудь еще. Но есть еще один интересный момент. Теперь в интернете продается книжка Марка Наклза. Это политический триллер-антиутопия про будущее Америки, но самое интересное там не сюжет, а биография автора. У нее указывается цитата, что Наклз был затриманной тайной полицией в Дамаску и Минску. Если это не проблема, то возможно, что в Беларуси, вместо притулки и интервью на головных телеканалах, авиозный американец отримал совсем другим, а именно проблемы с КДБ. Новая придумка беларуских чиновников. Теперь они хочут створить национальный маркетплейс для продажи беларуских товаров. Простей кажучи, это будет интернет-крама типа «Азона» и «Вайлберис», только продаваться там будет выключена беларуская продукция. Если докладно это будет, пока не скажут. Сейчас идет прапрацовка этой идеи. Массовые затримания начались в Могилевской области. По сути, это протяжение истории Александра Кондрычина, который, по версии человеков, нанес на живые ранения двум супрацовникам Губази. Теперь в Могилеве началась массовая зачистка беларусов, которые покидали комментарии про эту новину. Человеки называют затримание зачисткой деструктивных ячеек. Важно, что подчас облавы схопили минимум четверых мужчин в таймнику 62-х годового жихра везки Прокшенича Могилевского района. На его затримание выехало 10 силовиков, в широте которых были спецназовцы с недавно утворенного Карпянковым отрада «Гром». Остальных мужчин так само затримывали силовики у боевой экипировцы, и они залетали группами по 5-10 человек. На виды видно, что никто затриманных в сопротив не оказывал, некоторых уже преимуществились вздыматься у так званых покаяльных видов. Лёс инших людей, на жаль, невядомый. Присуды белорусских судов, связанные с хатным гвалтом, протягивают удивлять. Теперь стал вядомый вырак мужчину с подлепеля. Ёд напился, облил сужительку бензином и подпалил за палку, погражающий женщине, что зараз я нас горжуцом. На счастье до беды не дошло, а лишь наполоханная женщина пошла в милицию и на агрессора завели справу за погрузу забойствам. Теперь отбылся суд, и мужчину дали у сего 3 месяца арышту. Стяг Лукашенко не вырытывал от проблем. В Гомеле кировца БМВ выросил подрывтовать, прикрепивши до машины великий червоно-зеленый стяг. Макшима таким чином он сподевался побегнуть отказности, а Макшима хотел выразить свою любовь до влады. Но закончилось все милицией, бо кировцу затримали и примучили его сдыматься в покаяльном виде. А кроме того, на мужчину склали целую кучу протоколов – застворение аварийной обстановки, рух по тротуарах, отсутность на машине номеров и шмача гуяше. В додаток гора кировцы могут избавить правов аж на 2 годы. Звадил детей в пиццерию и отримал криминальную справу. Джихар Минска, який пошел в кафе со своими малыми, зауважил на столику покинутые окуляры от солнца. Мужчина выросил забрать их в себе и дарма, бо, когда господар вернулся и не нашел окуляры, то пошел в милицию. Минчука худко отшукали проскамеры, видая на жиранье, и теперь на него завели криминальную справу за крадеж, а это от штрафа техимии и аж до 3 годов колонии. Загадковый и страшный парадокс Полины Шарен-Депанащук. Жанчину, которая находится за крадами с начала 21-го года, весь час пробовали взломать. Полина показывала характер и на суде и за крадами. На процессе, просто сидя в клетке, она демонстративно читала книжку. После просуды в колонии она заявляла про отмывы от белорусского гражданства, а после у Рэшицкого изолятора обвешивала голодовку, протестующая таким чином сопротивления с концев с декой в себе. Такой дерзкости Лукашенко это не даровали, и Полину постоянно кидали в карцера, так само не отдавали ее и передачи. А кроме того, отсидка в таких невыносных умов привела до великих проблем со здоровьем женщины. Про эти и другие причины Полина, увы, не погодила еще на сдымки для БТ. Звычайно, после этого людей отпускают. При нам все так было с другими вязнями, которые пошли на удел в сюжетах пропаганды. Но в случае Шарэнды-Панащук с декой только протягнулись. Я ее не только не отпустили, а теперь снова будут судить. 14-го кастричника начнется очередной процесс над женщиной, которую обвинували в неподпорядковании администрации колонии. Причем это уже третий суд. Первые два додавали по линии погоды колонии. По той же схеме, что Шарэнду-Панащук катуют и других вязням. Днями стало известно, что активисту и политику Дмитру Дашкевичу присудили еще год и три месяца позбавления воли. Ранее он был осуджен за удел в протестах, или имущею выйти на волю еще в липень 2023 года. Тогда же стало известно, что на Дашкевича завели справу об неподпорядковании администрации колонии и дали ему еще год за кратами. Теперь произошел новый суд, так само за протесты и неподпорядкование администрации, который закончился новым термином. Подобно, что белорусская столица на шмат старейшая, чем принята ли жить. При раскопках малого городища на рации Менцы, недалеко от современного Минска, нашли речки поселища, которому 2-3 тысячи годов. А так само археологи прорезали земляный вал, доследование которого показало, что городу Менску не 957 годов, как кличется официально, а на шмат больше. Городища появилась в конце 9-го и начале 10-го года, а значит Минску оказывается прикладно 1100 годов. ТАКСИСТ ВЫРОТАВАУ ПЕНСИОНЕРА 74-х годовый Менчук стал черговой охвярой телефонных махляров. Мужчину развели по стандартной схеме. Ваша освоячка трапила аварию, и ка подмазать ей от турмы, терминова треба великие гроши. Ну и в этом духу. Увы, неку пенсионер отдал курьеру махляров 60 тысяч долларов. После чего той курьер выкликал такси и замовил поездку в соседнюю краину. Подобно, что в России. Кировцу такси таки незвычайный клиент настерожил, и он поведомил про своего пассажирову милицию. Увы, неку курьера затримали, и его теперь ждет справа замахлярства, а пенсионеру вернули все его гроши. Белорусская разорвала интернет своим рецептом. Белорусская блогерка с Полещи Олена Браниславовна опубликовала в ТикТоке видеорецепт клецок со скварками, за потребовательность которого оказалась надзвычайной. Секретом приготовления популярной белорусской стравы зацекавились больше за миллион человек. Цекавости кулинарному блогу Жанчина додает и антураж. Она готова не на пательне и сучасной плите, а в вязковой печи и в самых заправных чуганках. Вот такие новинные сирады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте зауваги в комментариях. И конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До встречи завтра.